В конце 1612 года, холодным декабрьским утром, какой-то юноша, весьма легко одетый, шагал взад и вперед мимо двери дома, расположенного по улице Больших Августинцев в Париже. Вдоволь так нагулявшись, юноша перешагнул на конец порог двери и спросил, у себя ли мэтр Франсуа Парбос. Взобравшись наверх по винтовой лестнице, юноша постоял на площадке, не решаясь коснуться причудливого молотка, украшавшего дверь мастерской. Юноша испытывал то сильное чувство, которое должно быть заставляло биться сердце великих художников, когда полные юного пыла и любви к искусству, они приближались к гениальному человеку или к великому произведению. Среди недолговечных волнений сердца ничто так не напоминает любви, как юная страсть художника, вкушающего первые чудесные муки на пути славы и несчастий, страсть полной отваги и робости, смутной веры и неизбежных разочарований. Некоторые самодовольные хвостуны, слишком рано уверовавшие свою будущность, кажутся людьми умными только глупцам. В этом отношении все говорило в пользу неизвестного юноши. Если измерять талант по тем проявлениям первоначальной робости, по той необъяснимой застенчивости, которую люди, созданные для славы, легко утрачивают, вращаясь постоянно в области искусства, как утрачивают робость красивой женщины, упражняясь постоянно в кокетстве. Привычка к успеху заглушает сомнения, а стыдливость и есть, быть может, один из видов сомнений. Удрученный нуждой и удивляясь в эту минуту собственной своей дерзновенности, бедный новичок так и не решился бы войти к художнику, которому мы обязаны прекрасным портретом Генриха IV, если бы на помощь не явился неожиданный случай. По лестнице поднялся какой-то старик. По странному его костюму, по великолепному кружевному воротнику, по важной, уверенной походке, юноша догадался, что это или покровитель, или друг мастера. И, сделав шаг назад, чтобы уступить ему место, он стал его рассматривать с любопытством в надежде найти в нем доброту художника или любезность, свойственную любителям искусства. Но в лице старика было что-то дьявольское и еще нечто неуловимое, своеобразное, столь привлекательное для художников. Старик бросил проницательный взгляд на юношу, постучался три раза и сказал болезненному человеку лет сорока на вид, открывшему дверь, «Добрый день, мэтр». Парбуз учтиво поклонился. Он впустил юношу, полагая, что тот пришел со стариком и уже не обращал на него никакого внимания, тем более, что новичок замер в восхищении, подобно всем прирожденным художникам, впервые попавшим в мастерскую, где они могут подсмотреть некоторые приемы искусства. Открытое окно, пробитое в своде, освещало помещение мастера Парбуза. Внимание юноши было поглощено одной лишь картиной, уже знаменитой даже в те тревожные, смутные времена, так что ее приходили смотреть упрямцы, которым мы обязаны сохранением священного огня в дни безвремени. Эта прекрасная страница искусства изображала Марию Египетскую, намеревающуюся расплатиться за переправу в лодке. Шедевр, предназначенный для Марии Медичи, был ею впоследствии продан в дни нужды. «Твоя святая мне нравится», — сказал старик Парбузу. «Я заплатил бы тебе десять золотых икю сверх того, что дает королева. Но попробуй посоперничать с ней, черт возьми. Вам нравится эта вещь?» «Хе-хе, нравится ли», — пробурчал старик. «И да, и нет. Твоя женщина хорошо сложена, но она не живая. Вам всем художникам только бы правильно нарисовать фигуру, чтобы все было на месте по законам анатомии. Твое создание несовершенно. Тебе удалось вдохнуть только часть своей души в свое любимое творение. «Факел Прометею гасал не раз в твоих руках, и небесный огонь не коснулся многих мест твоей картины». «Ну, отчего же, дорогой учитель», — почтительно сказал Парбуз старику, в то время как юноша еле сдерживался, чтобы не наброситься на него с кулаками. «А вот отчего», — сказал старик. «Ты колебался между двумя системами». «Между рисунком и краской». «Между флегматичной мелочностью, жесткой точностью старых немецких мастеров и ослепительной страстностью, благостной щедростью итальянских художников». «Но что же получилось?» «Ты не достиг ни сурового очарования сухости, ни иллюзии святотени». «Но эта святая восхитительно, сударь!» — воскликнул громко юноша, пробуждаясь от глубокой задумчивости. «В обоих лицах, в лице святой и в лице лодочника, чувствуется тонкость художественного замысла, неведомая итальянским мастерам. Я не знаю ни одного из них, кто бы мог изобрести такое выражение нерешительности у лодочника». «Это ваш юнец?» — спросил парбуз старика. «Увы, учитель, простите меня за дерзость», — ответил новичок краснея. «Я неизвестен, молю и по влечению, и прибыл только недавно в этот город источник всех знаний». «За работу!» — сказал ему парбуз, подавая красный карандаш и бумагу. Неизвестный юноша скопировал быстрыми штрихами фигуру Мария. «О-о-о!» — воскликнул старик. «Ваше имя?» — юноша подписал под рисунком. «Никола Пуссен». «Недурно для начинающего», — сказал странный, так безумно рассуждавший старик. «Я вижу, при тебе можно говорить о живописи. Я не осуждаю тебя за то, что ты восхитился святой парбуза. Для всех эта вещь — великое произведение, и только лишь те, кто посвящен в самые сокровенные тайны искусства, знают, в чем ее погрешности. Но так как ты достоин того, чтобы дать тебе урок, и способен понимать, то я сейчас тебе покажу, какой требуется пустяк для завершения этой картины. «Смотри во все глаза и напрягай все внимание. Никогда, быть может, тебе не выпадет другой такой случай поучиться. Дай-ка мне свою палитру, парбуз!» Парбуз пошел за палитрой кистями. Старик, порывисто засучив рукава, просунул большой палец в отверстие пестрой палитры, отягченной красками, которую парбуз подал ему. Он почти что выхватил из рук его горсть кистей разного размера, и внезапно борода старика, подстриженная клином, грозно зашевелилась, выражая своим движением беспокойство страстной фантазии. Парбуз и Пуссен стояли по обеим сторонам полотна, погруженной в глубокое созерцание.